В этом сезоне ожидается сразу три новых штамма гриппа. Это, все мы знаем, тоже довольно коварная и опасная болезнь. Тему продолжим с Александром Гореловым, замдиректором по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Александр Васильевич, здравствуйте. Вот сейчас сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Скажите, можно ли подхватить сразу и ОРВИ, и коронавирус? Есть у вас такие данные? Конечно, конечно. Собственно, еще летом главный государственный санитарный врач обратилась ко всем гражданам с призывом и напоминанием о том, что сезон у нас осенний будет необычным. То есть будет наложение подъема инфекции холодного времени года и коронавирусной инфекции. Поэтому встреча, особенно у ослабленных людей, с двумя и несколькими возбудителями, возможно. И наоборот, например, если вы встречаете с риновирусом, РС-вирусом, в этот момент контакт с коронавирусными больными особо нежелательно. Потому что тогда, возможно, микс инфекции. Уже первый подъем заболеваемости показал, что примерно, но я знаю по детям абсолютно точно, до 5% по опубликованным данным возможно сочетное течение. И, к слову, сказать о повторном заражении коронавирусной инфекцией. Повторная встреча может быть при первичном иммунодефиците. Таких людей крайне мало на планете Земля. И ситуация такая врачам хорошо известна. Либо вторичном иммунодефиците, например, при ВИЧ-инфекции, либо при аутоиммунных или аутовоспалительных заболеваниях, или онкогенпологических заболеваниях, когда искусственно подавляется препаратами выработка антител. Поэтому именно эта категория людей может болеть столько коронавирусной инфекцией, сколько она с ней будет встречаться. Но повторяю, что в целом для всей популяции повторные случаи не характерны. Если мы переносим коронавирусную инфекцию, у нас вырабатывается антительный ответ, у нас формируется клеточная память, которая сохраняется всю жизнь, пока мы с вами существуем на планете Земля. Такого микса никому не пожелаешь. На ваш взгляд, мы стали более сознательными, если сравнивать с весной? Стали носить маски, мыть руки, ну и так далее? Я полагаю, что да. Но вот в ближайшее время, в начале ноября, весь октябрь еще идет вакцинация от гриппа. Мы посмотрим, какая часть населения бесплатно получила вакцинацию. Будет статистика, потому что в прошлом году цифры перевалили за 50%, были устойчивы более 60%. И в настоящий момент, я полагаю, что большинство из жителей нашей страны, благодаря той информации, не панической информации, которая поступала с экранов телевизора, а благодаря достоверной информации выработалось очень важное отношение к своему здоровью, самосохранение и, самое главное, понимание того, что, используя средства индивидуальной защиты в комплексе, маски, перчатки, санитайзеры, защищая глаза, мы делаем очень важное дело. Мы проявляем социальную ответственность, не только защищая себя, но и защищая окружающих, и защищая своих близких, к которым мы возвращаемся из общественных мест, где мы можем встретиться с коронавирусом. Поэтому тренд абсолютно очевиден. И этой осенью он, во всяком случае, наглядно проявляется в нашей столице, ответственного отношения к своему здоровью, когда в общественном транспорте две трети населения передвигаются в масках, в перчатках или используют санитайзеры. И понятно, что именно гигиенические средства, профилактики средств индивидуальной защиты, которые показали свою оправданность и эффективность во время весеннего подъема, до того, когда не будет проведена массовая вакцинация от коронавируса, остаются основными средствами защиты. И бесспорно, социальная дистанция. Ну а как вы считаете, надо ли ужесточать ответственность за несублюдение вот этих вот несложных правил? Ну все-таки мы не сторонники, мы живя в стране, имея Россию, имеем свой менталитет, мы все-таки не сторонники жестких мер, мы за разъяснительную работу. А вот в большинстве стран мира, например, в Испании, штраф за неиспользование средств защиты достигает полумиллиона, во Франции 200 евро, в Германии 200 евро. Во многих странах применяются достаточно жесткие вот такие, я бы сказал, ограничительные мероприятия. Мы стоим на позициях того, что самоубеждение, самоограничение и еще раз подчеркиваю, социальная ответственность является ключевым залогом успеха. Я всегда говорю достаточно просто, как объявление на пляжах, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Поэтому если мы не защитим себя, не осознаем необходимость этой защиты, нам трудно защитить и окружающих, и своих близких.